Мы продолжаем с вами говорить о спорте. Правда, сегодня мы говорим с вами не об летних дисциплинах, а о зимнем виде спорта. Пожалуй, одним из самых видных зимних. Мы говорим о хоккее. И наши собеседники Асель Абдегулова, вице-президент Федерации Хоккея. Здравствуйте, Асель. Здравствуйте, Наталья. И Юрий Кривохижа, президент и главный тренер Хоккейной Академии Интерл, город Питтсбург, Пенсильвания, США. Здравствуйте, Юрий. Ваша спортивная карьера очень интересная и насыщенная. Вы уроженец Минска, белорус, который играл в сборной СССР. Потом был, такое есть слово, задрафтован, да, правильно? Правильно, да. Выбран на драфте в НХЛ, да. В НХЛ. И, насколько я знаю, вы стали первым белорусом, задрафтованным в НХЛ. Есть такой исторический факт. Расскажите о своей спортивной карьере. Ну, я, как и все мальчишки Советского Союза, в свое время пришел на каток, в 3-4 года встал на катке. Меня увидел случайно человек, который проходил мимо катка и увидел меня и приложил мне заниматься хоккеем по-настоящему. Это из 7-8 лет я уже начинал заниматься каждый день, по два раза в день. И попал, у нас организовалась команда. И вот мы начали уже на сборы ездить. И вот с 7-8 лет уже получается мы, я лично, и сверстники мои играли в хоккей уже по-настоящему. А что вы делаете в Кыргызстане? В Кыргызстане я по приглашению Национального Олимпийского комитета Республики Кыргызстан приехал на сборы. Меня пригласили в 2012 год потренировать сборную, будущую сборную Кыргызстана в 2012 год. В плане подготовки к Олимпийским юношеским играм, где это будет проходить? Это будет в 2028 году. В 2028 году, да. То есть наша хоккейная команда, которая появилась не очень давно, прямо претендует уже на Олимпийские игры? Да, сейчас у нас такая ситуация, что в этом году, в январе, у нас были юношеские Олимпийские игры Южной Кореи по хоккею. И в 2028 году наша сборная 2012 года рождения детей, они будут уступать на этих Олимпийских играх, юношеских, подчеркиваю. Для нас это очень большая честь, это впервые будет в Кыргызстане. И сейчас на учебно-тренировочных сборах, где Юрий Иванович тренирует наших детей, представители у нас города Бишкек, города Нарын и Иссык-Кульская область. То есть со всего Кыргызстана, где у нас есть какая-то возможность заниматься хоккеем. Это дети 2012 и младше, или вот только в 2012? Да, при формировании команд есть определенные условия Международного Олимпийского комитета. Значит, 2012 год рождения и те дети 2013 года, которые родились в определенный период. То есть и все. То есть младше этого возраста уже никто не берется. И именно этот возраст. И много у нас? Большая команда? На данный момент 40 человек. Сколько человек? 40 человек. Ого! Сколько у нас детей занимается хоккеем? Извините, 50 человек почти получается у нас команды. Да, общая, да. Но в Кыргызстане дети занимаются хоккеем. Значит, в зимний период гораздо больше, конечно. Около 350-400 детей участвует. Но в летний период, конечно, у нас тяжело. Мы не хоккейная страна. И льда нету, да. И льда, очень мало льда. Очень-очень мало льда. Мало у нас баз. Котков. Да, у нас есть база Нарыни. Именно это же было от Ата. Коток, не корни Нарыни. У нас есть Бишки-Карена, городской каток Бишки-Кей. У нас есть Ланкомотив. Но этого очень мало для Кыргызстана. Очень-очень мало. Вы видели, вы приехали к нам с тренировки. Вы видели нашу сборную, наших ребят. Что можете о них сказать? Какой у них потенциал? Ну, вы знаете, самое главное, что у ребят горят глаза. То есть у них, вот я смотрю, у них они очень слушают меня. И пытаются повторить то, что я им пытаюсь помочь. И в плане хоккейного мастерства, и всего остального. Поэтому ребята, ребята перспективные. Есть даже очень-очень приличного уровня. Поэтому я считаю, что у них хорошая возможность, хорошие данные поехать на Олимпиаду. Эти дети 2012 года, им сейчас 12 лет. 16 лет. Как давно они занимаются хоккеем? Или они пришли из каких-то других видов спорта? Нет, почти все, 95% ребят, которые пришли именно на хоккей, как вы сказали, с 3-х лет, с 4-х лет. В основном 4-5 лет. Многие занимаются уже 5-6 лет. Они довольно-таки давно. Такие фанаты своего дела, будем говорить. Работают отлично на тренировках, потому что у нас две тренировки в день. Два льда, да. Два льда. Это для них немножко новенькое. Потому что льда, я так понимаю, маловато. Но вот спасибо Олимпийскому комитету, чтобы могли нам организовать вот эти сборы. Потому что это очень важно, потому что им нужно, чтобы дети закрепляли всегда то, что они видят, то, что они слышат. Своё мастерство. Потому что если будем тренироваться, допустим, один раз в неделю, то, естественно, ничего не получится с них. Поэтому я попросили, мы организовали, цель организовалась, чтобы по два раза в день катались. То есть это очень важный момент. Я так понимаю, что вот две тренировки в день вы сейчас сказали. Две тренировки в день и именно на льду. Да, плюс физическое ОФП тоже на земле. Я так понимаю, что вот эти две тренировки, они вот это сборы, они специально под вас, пока вы здесь. Да. Чем ваш тренерский стиль отличается? Вот что вы можете привнести в тренировки наших юных хоккеистов? Ну, во-первых, понимаете, я вырос в советской системе хоккейного. Отыграл в Америке очень много лет, отыграл в Европе. И я пытаюсь преподнести систему совокупности этих двух систем. Советскую, нашу советскую систему хоккея и американскую, да, североамериканскую систему хоккея. И если вы сейчас посмотрите, это очень две системы, где они все вместе работают. Что-то мы, что-то берем оттуда, что-то берем оттуда, и получается очень хороший результат. И если даже посмотреть в НХЛ, игроки, то есть они уже играют немножко, как и европейцы, когда мы, когда играл за сборную, именно вот этот стиль, европейский, советский стиль хоккея преподносит Северной Америке. Также, как я смотрю, Российскую лигу, то же самое, они берут от Северной Америки. То есть, где жестко надо играть, ну, так вот самокупность двух систем дает такой результат. Поэтому я вот, моя система, у меня личной системы нет. Я просто со своего опыта, 17 лет я тренирую мальчишек уже. Поэтому у меня огромнейший опыт, и через меня очень много прошло детей. И я, в принципе, знаю, что им нужно, на каком уровне они стоят, чтобы их поднять на высшем уровне. Мы с вами уже сказали, что Кыргызстан не хоккейная страна. Мы никогда не были хоккейной страной. У нас нет хоккейной истории даже в советский период нашего развития. И дело, проблема не только же в отсутствии льда, но и проблема наверняка в отсутствии тренеров. То есть... Совершенно верно. Кто-то учат. У нас есть тренера. Есть два тренера, кто мне помогает сейчас. Шушенков, Шушенков Данил Игоревич, Кузьма Евгеньевич у нас есть. Ну, у нас есть Роман Васильевич, Саламат Аналиев. Есть ребята из Казахстана, из Казахстана, из Российской Федерации. То есть они ведут группы, родители очень довольны. Это приглашенные люди? Да, есть приглашенные, есть местные тренера у нас здесь, да. То есть есть тренера, то, что у нас есть. Мы стараемся, мы делаем. У нас есть система определенная. Ну, конечно, в первую очередь, это в любом случае... Я чуть-чуть свое скажу тоже, извините, да. Все равно весь детский хоккей у нас, детский южный хоккей, на плечах родителей. А это любой спорт у нас? Да, это народ, да, да. В Америке то же самое. Ну, я пытаюсь немножечко... Любой спорт? Да, да, любой спорт, это нормально. Но самая большая проблема, Наталья, у нас... Я, конечно, везде в своих интервью это говорю. И у вас тоже хочу сказать, что у нас вертикаль хоккея, да, она не сохраняется после 15 лет. Это есть большая проблема. Да, она тоже, наверное, во всех других федерациях и других видах спорта есть. Но то, что национальный олимпийский комитет Кыргызстана, нам вот такие вот учебно-тренирующие сборы для наших ребят, то есть у детей, которым сейчас 12 лет, как вы сказали, есть цель на 4 года вперед, 16 лет они будут выступать на Олимпиаде юношеской. Есть мотивация. Мотивация. Для нас это так важно, что вот заблаговременно, да, на нас обратили внимание. Нам выделяют такие средства. Дети живут в отеле, очень хорошо питаются, трансфер, лед. Это все стоит больших денег, как вы понимаете, да. И вот такие мероприятия у нас сохраняют детей, потому что с 15 лет у нас в основном все дети у нас в Америке, в России. У нас есть дети в Казани, в городе Вальметьевск. У нас есть трое детей. Это Умар у нас, Камал, мы должны сказать про этих детей, и Альберт. Есть у нас около 10 ребят в Америке занимаются. То есть перспективные ребята и уехали в те страны, которые традиционно хоккейные. Да. Ну это по возможности семьи, конечно, это все не дешевое удовольствие. В Питтсбурге у нас есть мальчики, но за сборные будут выступать. Обязательно, обязательно. Федерация сможет призвать их под свои знамена. Да, да, конечно, конечно. На самом деле, вот сейчас вы сказали, что с 15 лет, вот буквально накануне у меня был Юрий Краковецкий, это наш прославленный дзюдоист, он тоже сказал о том, что до 15 лет, и затем ребенок просто... Нету, нету мальчиков. Он уходит. Нету большое развитие, да. Нету цели. Он уходит, например, он собирается поступать или что-то. Если в дзюдо или в каком-то спорте ты можешь остаться один, то у вас командный вид спорта. Сколько вам нужно детей одного возраста, чтобы сформировать сборную? Ну, если смотреть тот клуб Питтсбург Старс, где Юрий Иванович является тренером, конечно, там шикарная обстановка, каждый возраст, есть состав один. Хоккейная команда. Да, есть два состава 2011 года, например. Да, два состава. У нас в Кыргызстане иная система. У нас, кто пришел, тот самый родной, прекрасный. И у нас сейчас будет Кубок Президента, кстати, да, который финансируется департаментом спорта у нас. И у нас два возраста объединены в один возраст. Потому что иначе мы не соберем команду просто. У нас всегда 2-3-4 возраста в одной команде. Но сейчас мы разделяем 2010-й, 2011-й, 2012-й, 2013-й, то, что Юрий Иванович тренирует, 2014-15-й, 2016-2017-й. То есть у нас другого выхода. Мы очень хотим, чтобы было у нас как в Казахстане, как в России, как в Америке. Это процесс. Это процесс. С чего-то надо начинать. Конечно. И вот сейчас давайте поразмышляем. А стоит ли? Хоккей очень дорогой вид спорта. Очень дорогой. Во-первых, нужна дорогая инфраструктура. Это ледовые дворцы. Он дорогой с точки зрения экипировки. И мы не являемся, еще раз повторю, хоккейной державой. Зато у нас, как показала последняя Олимпиада, очень хорошо развита борьба. Так зачем нам развивать хоккей? Ну, это для общего развития тоже. Понимаете, это для здоровья нации. Понимаете, потому что для ребят, особенно ребята-мальчики, хоккей – это мужской вид спорта. Это развивает характер, это развивает дружбу. Это очень важный момент, когда, понимаете, когда они все вместе и друг за другом играют. Поэтому даже не получается, если у них что-то в хоккее, это помогает им в жизни дальше. Я считаю, вот это очень главный самый момент. Потому что не все попадают в НХЛ, не все попадают в какие-то профессионалы. Но вот этот момент, когда им по 12, по 13, по 14 лет, и когда вот они знают друг друга, друг друга уважают и друг за друг друга играют. Понимаете, это сплоченность коллектива. И я понимаю, что хоккей – это, конечно, очень дорогой вид спорта, но он же, как я и сказал, что это мужской вид спорта. — Асиль, я так понимаю, что вы-то оказались в хоккее как раз, потому что когда-то привели своего сына в этот вид спорта. — Да. — Вот почему? Почему именно хоккей, опять же? — Слушайте, я не знаю, он был настолько активный ребенок в 4 года, и мы решили отдать в какой-либо спорт, и он сам сказал, я хочу на хоккей. Мы даже не знали, что у нас существует городский каток, что у нас есть хоккей уже несколько лет. Мы этого не знали. Мы были очень удивлены, что у нас там… Мы пришли, там, нам сказали, лед, земля, там все так серьезно, выезды на соревнования. Участие на чемпионатах республики Казахстан, наши дети постоянно ездят. То есть это наши ближайшие соседи, где мы тренируемся и соревнуемся с ними, так будем говорить. Вот таким вот образом. Два года я была в команде, я очень активный человек, организатор все способности есть, еще и скромный, да. — И вы решили направить свою энергию в мирное русло. — Да, да. Нет, ну я… У нас была отчетно-выборочная конференция, куда меня пригласили как активную хоккейную маму, и там, значит, исполковь федерации номинировала, да, предложила мне стать вице-президентом, выбрали меня, и вот уже семь лет, более семи лет я работаю вот на этом месте. — А сын продолжает заниматься хоккеем? — Да. Мой сын Асан Абдугулов у Юрия Ивановича Кривохиже. — Ах, вот, вот. — Ну вот, конечно. — Откуда расслаблено? — Да, то есть Асан был в системе сказк Санкт-Петербург. Мы около четырех лет занимались в Санкт-Петербурге. Это лучший клуб Санкт-Петербурга Ленобласти, он был в первом составе. И после пандемии мы приняли решение, что Асану надо идти дальше, в Америку, нас пригласили, очень тепло нас приняла команда. И он, то есть у моего ребенка, почему я считаю, что у него лучший хоккей, да, просто одним предложением. Он еженедельно выступает в разных городах и штатах Америки с самым высоким уровнем хоккея, ААА, с разными командами такого уровня. То есть в неделю у него четыре-пять игр, это фантастика на самом деле. Семьдесят игр за сезон он это играет. Поэтому это всегда, это каждая неделя игры, это в течение недели тренировки. И плюс он еще ходит в школу. И ребенок, понимаете, ребенок чем-то занят, он приходит домой, уже просто делает уроки и ложится спать. И за следующий день уже у него тренировка, это школа, тренировка и выходные игры. По пять, по шесть игр за выходные. Те виды спорта, с которыми я так или иначе связана, они давно развиваются в нашей стране и с ними более-менее все понятно. Вот для того, чтобы хоккей развивался в Кыргызстане, что нужно, кроме ледовых дворцов? Специалисты. Как вы сами говорили, тренера. Естественно, нужно приглашать тренеров. Понимаете, тут, если вот мы скажем, с моего опыта, вот лет 20-30 назад в Федерации хоккея Америки была очень слабая, ну, команда, команда национальной сборной Америки была всегда слабой. Ну, и также в других видах спорта, и гимнастики, если вы помните, Олимпиаду 92-го года, кто тренера сборной Америки? Тренера из Румынии, которые сильные в гимнастике. Они просто их, ну, приглашали на работу, и они, в самом деле, делились своим опытом и поднимали спортсменов. Также вот и в хоккее было, когда вот я играл, когда за сборную СССР, мы играли с американцами, у нас проблем не было. Мы там шесть забивали, семь забивали, понимаете? То есть, в принципе, у нас только были канадцы, это у нас Чехия, это традиционные соперники, а американцы как-то немножко были. И вот они за последние 30 лет очень подняли. В чем? Они начали приглашать тренеров. Они начали строить. Как мы и говорим, катки это обязательно, понимаете? И это нужно развивать в регионах. Не только в больших городах это все нужно делать. На примере Белоруссии, даже так скажем, да? Вот, когда Александр Григорьевич Лукашенко стал строить катки, он не сделал это в Минске. Он делал в регионах. В маленьких городках по 30-70 тысяч людей, где проживает, он строил катки. И плюс к этим каткам в спортивные площадки, стадионы небольшие, чтобы дети занялись для общего развития, то есть для оздоровления нации. И дети стали просто заниматься, а не ходить по улицам, шататься и пить пиво, понимаете? Поэтому я считаю, что это вот, ну, это специалисты, в первую очередь специалисты нужны. Да, и вот до дисквалификации Беларусь же она была в топ-дивизионе. Да, они были в группе, да. Ну, и у них хайловская команда тоже, понимаете, на высшем уровне, где есть с белорусом к чему стремиться, понимаете? Есть уже организовалась молодежная команда. Вот, как Ассель говорит, что вот эта пропасть, которая 16, и дальше, понимаете, вот это надо, вот эту пропасть занять чем-то. Занять чем-то, это нужно организовывать юношеские команды, это молодежные команды, чтобы они были в случае с местными, значит, ребятами, чтобы они организовали команды и играли с молодежными командами в Казахстане, допустим, ближайшие. И вот тогда будет это подниматься, понимаете? И тогда мальчишки уже, когда популяризация пойдет, они сами будут приходить толпами сюда. Потому что все-таки хоккей есть хоккей, мужской вид спорта, это интересный вид спорта, понимаете? Это идет борьба, это каждая секунда, меняется все, понимаете? Вы так много раз повторили мужской вид спорта. Да. Но у нас есть уникальная женская команда, причем они собрались, девчонки, сейчас, да, осель? Да, это мои землячки, так будем говорить, город, да, город, ой, город, село Отрадное, Искульская область, Саламат их тренер, про них снят фильм, они снимались в фильме, это, в клипе Манижа, да, помните, да? Да, да, да. Девочки, они занимаются на картофельном поле, которое заливается льдом. Мы, я тоже там отправляю тренеров туда, они помогают, Шушенков ездил, Тоналиев ездил, ну, каким-то образом они пытаются. Вот сейчас из этого села двое мальчиков из Искуля занимаются у Юрия Ивановича. Я их спрашиваю, как вам? Они говорят, ну, мы, говорит, счастливы. Они на Кыргызском, счастливы, потому что они не видели, ну, где, когда они поедут в Америку и будут заниматься вот такого тренера, да, с таким опытом. То есть, да, женская команда, которой мы очень сильно гордимся, все сейчас снимают сериал про них, про нас, женскую команду. Они выступали на чемпионате Азии, в этом году было в Бишкеке здесь, как вы знаете, в прошлом году ездили в Малайзию. Но все-таки страна, да, у нас ментальность иная, и то, что девочки вот разрушаете стереотипы занимаются хоккеем, это очень здорово. И Юрий Иванович, у нас еще есть девочки-хоккеисты, которые к нему тоже сейчас ходят, да, так будем говорить. Есть, ну, есть и вратарь девочка. Мало, мало девочек, но мы очень хотим, чтобы женский хоккей развивался. Очень. Но сначала нужно развить мужской вид. Однозначно. А давайте сразу параллельно развивать. Пусть и мужской. А это будет параллельно идти. Понимаете, это само собой будет. Я вот с Юрием Ивановичем согласна с тем, что очень важны регионы. Вот у нас в регионе есть Нарыни, да, каток. У нас сейчас 11 детей в городе Челябинск, в хоккейном клубе «Трактор», вот у них есть школа, они там. У нас город Нарын и город Челябинск побратимы. И наши дети из Нарына, представляете, занимаются там. Вот профессионально занимаются хоккеем и учатся в школе. То есть мы тоже этим очень сильно гордимся. И понимаете, что катки, катки дорогие, но сейчас новой технологией. Да, все. А сейчас катки можно тренировочные просто делать, закрывают они брезентом, вот так вот, да, и холодильники ставят. Это намного дешевле. Сейчас технология, чтобы построить именно зимнюю площадку, чтобы ребята занимались круглый год. не надо строить с трибунами там большими и того подобное, но вот в регионах открыть вот эти вот новые катки, которые строятся очень легко за 34 месяца. И они недорогие. Вот, допустим, смотрите, в России, это тоже, когда Вячеслав Фетисов стал министром спорта, вот он построил за свою, когда он был министром спорта, он построил 300 катков таких по всей России, понимаете, за три года, за четыре. И они, они действительно недорогие. В принципе, ну, это можно собрать, это уже вопрос к другим людям, да, но в принципе не надо строить 15 тысячники дворца, конечно, это дорогое удовольствие. А есть тренировочные площадки, которые можно... Насколько я знаю, вы как раз из поколения, одного поколения с Вячеславом Фетисовым мы выиграли. Я, он на 10 лет меня старше, да, но я, я его хорошо знаю, я с ним, я с ним играл, да, немного. Встречался потом в Америке, конечно, несколько раз. Я даже не ожидала, что у нас такая напряженная хоккейная жизнь в стране. Я тоже не знал, 7 лет назад, как бы, да, то есть 9 лет назад, да, очень у нас своя напряженная игра, у нас интересные интриги, ну, все по классике жанра, все. Сколько лет у нас уже развивается хоккей в стране? Федерация хоккея существует в Крыгховской республике с 2011 года, я федерация с 2017 года, с 2017 года, ну, вот, в принципе, вот таким вот образом, да, так будем говорить, родина хоккея у нас на рынке, у нас есть Транска хоккейная лига. Это ведь говорит о том, что скоро у нас появятся и свои специалисты? Да, у нас есть Сдюшор, там у нас есть три тренера, Качханбаев, Таналиев и Мустафаев. Они тренируют детей, как бы, да, выделяют. Стратегически очень важно, чтобы у нас открылся каток в южной части нашей страны, да, это Джалабад, это город Ош, где очень густонаселенное население, детей очень много. Вот город Наран дети, да, они очень уносливые, но в Сокогорье, да, там кислорода меньше нужно для того, чтобы... Город Ош, там очень много детей талантливых, да, то есть Кыргызстан... Физически развитые. Да, развитые детей, да, и столько детей, я верю, что оттуда будут у нас самородки выходить, понимаете, поэтому хочется, чтобы немножко туда у нас как бы, да, развитие пошло, в той стороне тоже. Это очень важно, я считаю. Потому что специалисты, вот, вы знаете, вот даже ребята, которые вот я, приходили кататься со мной 2001 года, 2002 года, ребята, которые уже закончили играть в хоккей, попытались поиграть профессионалов немножко, местные, местные ребята, и вот, вот специалисты, они хорошо катаются, они молодые, вот таких надо брать, заинтересовывать, отправлять в Россию, учить на тренерскую работу, потом, чтобы они приезжали сюда и воплощили это все, затренировали вместо детей, конечно. Вариантов очень много, в принципе, поэтому он... для того, чтобы спорт развивался, в первую очередь, нужны те, кто им занимается, тренеры, но еще очень важны арбитры, те, кто судит, потому что, ну, иначе, не очень четко, дети правила будут фиксироваться. Есть ли у нас слезы, которые могут, вот, быть, выступать судей, у нас есть несколько таких вот судей, которые проходили повышение квалификации в городе Ташкент, ездили они в Малайзию и так далее, но вот сейчас мы бы хотели, чтобы федерация, да, глава федерации, мои коллеги, больше обращали внимание именно на это, для того, чтобы мы отправляли большее количество людей, потому что, когда у нас проходит Кубок Президента, Кубок Манаса, ну, разные турниры, это сама большая тема, вы очень правильно затронули тему, то есть, это такая очень больная тема наша, не хватает квалифицированных специалистов, для этого должна проделываться большая работа всей федерации, ну, надеюсь, что это будет осуществляться. И такой вопрос, смотрите же хоккей, на кого вы хотите, чтобы был похож ваш сын? Знаете, благодаря супруге Юрия Ивановича, они с семьей дружат с Евгением Малкиным, с семьей, с великим хоккейстом российским, да, но у него здесь коллаженство американское, у нас была возможность у наших детей, которые ездили в Америку, трижды встречаться с Малкиным, и недавно еще и Кросби вышел к нам, Синди Кросби, это великие игроки, да, ну я бы хотела, чтобы наши дети, ну я не знаю, но вот лично, мне лично импонирует Евгений Малкин, это мой любимый игрок в АНХЛ, и Синди Кросби, конечно, это фантастика, просто быть рядом с этими людьми, увидеть тренировку воочию, да, увидеть игры, увидеть игры, да, это совершенно другая атмосфера, это такой заряд, поэтому вот с этого места я хочу поблагодарить Алену Кого, спасибо, Алена, за такую возможность. Игорь Иванович, а вы, у вас я не спрашиваю, в Кунокопах, вот если бы вы создавали команду мечты разного времени, кто бы в нее вошел? Ой, господи, это такой вопрос очень исторический, поэтому, кто бы в нее вошел бы, конечно, понимаете, разное поколение игроков воспитано на разных традициях, поэтому очень много талантливых и хороших игроков, чтобы мою символическую сборную, вы понимаете, это да? Символическая сборная, конечно. Ну, конечно же, Владислав Третьяк, естественно, стоит на воротах. Это воротарь, который все, воротарьских времен народов. Это, естественно. Ну, конечно же, Вячеслав Фетисов, естественно, Павел Буре, ну, и, конечно, Евгений Малкин, Сидни Кросби, если мы берем такое поколение. Ну, и очень много сейчас молодых ребят, которые играют в НХЛ, очень талантливых. Это уже другая, другая династия, не династия, другого, а поколение уже игроков. Ну, тяжело так сказать, потому что разные поколения, разный уровень. В хоккее был, что 30 лет назад, что сейчас. Поэтому самое главное, чтобы у них были хорошие люди, все были. Понимаете, чтобы был хороший коллектив, это самое главное. Да, вот это, вот я вас слушаю, я и хотела спросить. Понятное дело, что техника очень меняется, меняется мастерство, а дух игры, вот на ваш взгляд, он меняется? Конечно, вы знаете, все зависит от тренера. Поэтому, как ты настраиваешься, ребят, на игру? Потому что у меня было очень много случаев, мы вот играли с топовыми командами, с лучшим командами страны. Я знаю, что они сильнее моих по техническим моментам, каких-то по технике, даже по росту, они побольше и лучше катаются, скажем так, да, но все зависит от тренера, понимаете, мы готовимся к этим матчам. И я их завожу. Я говорю, чем же вы хуже их? Понимаете, вы такие же, вы с такого же теста сделаны, вы с такого же возраста. И тренеру, очень важно тренеру это ребятам преподнести, чтобы они вот зарядились на это. И было очень много случаев, где я обыграл топовые команды, просто из-за характера, просто из-за характера, из-за самоотверженности, из-за духа, да. Ребят, против которых было очень тяжело играть. Но, вот это командный дух, это очень важно. И как тренер, что вы можете сказать? Есть ли какие-то определенные физические, психологические данные для занятий хоккеем? Можете ли вы сказать, вот, прирожденный хоккеист или нет, слушай, вот тебе лучше пойти в другой вид спорта? Понимаете, все дети разные. Да, они по-разному развиваются в разное время. естественные ребята, которые, есть, можно сказать, да, этот парень, вот даже ему 10 лет, вот он, да, этот может, у этого есть хороший шанс. 10 лет, это уже поздновато вроде как, да? А есть ребята, которые, понимаете, не развились до 15 лет, они были в тени где-то, они где-то были, как, во втором составе, в третьем, в третьей команде, в четвертой команде, но потом при хорошей работе, понимаете, и когда уже мальчик начинает серьезно заниматься интересным хоккеем, видом своим спорта, он начинает работать сам, он работает, он бегает, он прыгает, он занимается, лишний раз выйдет на лед сам, понимаете, и не ждет тренер, чтобы тебе все время помогал, и бывает, ребята в 17-18 раскрываются за один год, за два, и попадают на высший уровень, то есть тяжело, ну, можно сказать, да, этот парень, да, но в основном, это, это, если у человека есть талант, и плюс при хорошей работе, конечно, у него хороший шанс. Юрий Иванович, вы еще и скаут хоккейного агентства Голд Стар, это что значит? Это одно из топовых агентств в НХЛ, их клиенты топовые игроки, в основном европейцы, в основном русские ребята, но если вы скажете, любого назовите, хоккеиста российского, ну, кроме Евгения Малкина, это их клиенты, то есть, братарь Василевский такой, в Тампа-Бэ играет, Кучеров нападающий, вот я просто про звезд сначала говорю, поэтому Сергачев, защитник, то есть, это топовое-топовое агентство, НХЛ-овское агентство, если, конечно, дети попадают, и они подписывают детей, в это агентство, это, конечно, знаете, как выиграть, выиграть Джакпарк, то есть, выиграть в казино где-то, что, потому что, когда тебя забирают, НХЛ-овское агентство, они тебя ведут дальше, но, опять же, понимаете, если ты прекращаешь работать, и есть ребята, которые, ну вот, меня взяли, меня все, и слабеньку дают, и тут же теряют, хоккей не прощает этого, понимаете, не прощает. Любой спорт этого не прощает. когда ты уже выходишь на уровень, это уже, поэтому, да. Асель, вот у вас сейчас, как у вице-президента Федерации хоккея, есть возможность обратиться к родителям, которые, ну, знаете, у нас принято в начале учебного года искать какую-то секцию, думать, а куда отдать ребенка, вот обратиться и сказать, а приходите к нам, потому что, почему. Да, я хочу обратиться к народу Казахстана, к родителям, которые думают, куда отдать, какую секцию отдать своего ребенка, приводить на хоккей и мальчиков, и девочек. У нас три проводных занятия бесплатно, мы даем абонирование, потому что сразу это купить дорого, конечно, мы понимаем. Я скажу с позиции не вице-президента, я скажу с позиции мамы. Это, вот у меня три сына, и я считаю, что в наше время очень важно, чтобы мужчина, вообще любой человек и женщина, принимали решения очень быстро, быстро меняется век. Хоккей этому помогает. Плюс это здоровье, это сплоченная команда, это работа в социуме, адаптация, это здорово. Мой ребенок только выиграл-выиграл от этого хоккея, так будем говорить, да, поэтому добро пожаловать. Он взлет этот хоккей. Да, добро пожаловать. Вообще, до хоккея у меня была прекрасная жизнь, да, хоккей, конечно, он забирает, но она еще прекраснее стала, так будем говорить, да, но это большая ответственность, это большие действия, масштабные действия, ну, с позиции моего вице-президентства. Поэтому хоккей это прекрасный вид спорта, где ваш ребенок будет развиваться и физически, и духовно, и социуме. Добро пожаловать. Спасибо вам большое. Я думаю, вы получили достаточной информации о том, чтобы принять решение. Можно я добавлю? Конечно. Да, я хочу поздравить от имени Юрия Ивановича, от имени вас, я думаю, согласен, от всех родителей хоккейных, от всех детей хоккеистов наших в нашу страну с шестью олимпийскими медалями. Я присоединяюсь к этому. Это здорово. Для нас это большая гордость, спасибо нашим олимпийцам, спасибо тренерам. Я надеюсь, Наталья, что когда-то здесь в вашей студии будут наши олимпийские чемпионы и по хоккее тоже. Да, спасибо Национальным Олимпийским Митету за эти учебные тренировочные сборы. Спасибо Департаменту спорта, который у нас скоро будет Кубок Президента, самый крупный турнир в постсоветском пространстве по хоккею. Хочу так похвастаться, да, поэтому спасибо. Приходите на хоккей. Приходите на хоккей. Спасибо вам за интерес, Наталья. Здорово. Юрий Иванович, всегда добро пожаловать в Кыргызстан. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Я тоже считаю, что чем больше видов спорта представлено в стране, тем у каждого отдельного гражданина больше возможностей реализовать себя, а у нас, как у граждан, больше возможностей гордиться своим флагом на международной спортивной арене. И что вот эти шесть медалей, это была самая удачная для нас Олимпиада. Первые, да. Но пока, я уверена, что пока. Да, да. И что в будущем этих медалей будет больше. Аминь. Спасибо вам большое, что были с нами. Отдавайте детей спорт. Может быть, это будет хоккей. Спасибо. До новых встреч. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.